Вдвое сократить смертность от инсультов и других сосудистых заболеваний удалось врачам 2-й краевой больницы имени Владимирцева. В этом медикам помог искусственный интеллект. Технология в разы ускорила постановку диагноза, чем спасла жизни многим пациентам. Репортаж Ульяны Крамаренко. Приходят сюда размеченные снимки и дает свой отчет. Видим, что он нашел признаки ишемического инсульта. Он вот таким вот образом обводит подозрительные, по его мнению, очаги. Искусственный интеллект – это программа. Она из тысяч снимков, сделанных томографом, выбирает только подозрительные. Их и анализирует врач-рентгенолог. Помощник экономит время доктора и его пациента. Диагноз ставится в разы быстрее. Ускоряет процесс принятия решения. А у нас, как вы знаете, у пациентов с нарушением мозгового кровообращения, каждая минута на счету. И чем мы быстрее приступим к лечению, тем лучше исход для пациента. Таким пациентом стала 32-летняя жительница Хабаровска Ксения Андреянова. На очередной прием она пришла вместе со всей семьей. Говорит, 27 июля ее жизнь разделилась на до и после. В тот день, оставшись дома с детьми, неожиданно почувствовала себя плохо. Успела позвонить мужу, но в больницу попала уже в состоянии предкомы. Быстрая диагностика выявила геморрагический инсульт. Промедление даже на несколько секунд могло стоить ей жизни. Вовремя не выполнена экстренная операция. Могла бы привести к грубой андолитизации, ну, либо к летальному исходу. Так быстро сработали, что сейчас я могу рассказать вам стихотворение. Летом я уже была дома, а 1 сентября я свою дочку крутила кудри, собирала в школу. Внедрение искусственного интеллекта в компьютерную томографию стало пилотным проектом. Больница имени профессора Владимирцева стала первой в стране, где использовали такие технологии. Их успешно применяет уже 4 года. Искусственный интеллект удачно дополнил новое оборудование, которое появилось в клинике в рамках переоснащения сосудистых центров по нацпроекту. Мы получили компьютерный томограф современный, который позволяет делать исследования быстро и качественно. И специальное программное обеспечение к нему, которое позволяет оценивать в том числе ишемические инсульты и позволяет проводить после этого оперативные вмешательства при ишемических инсультах. Тут же мы используем и искусственный интеллект. По словам врачей, за последние 4 года, благодаря нацпроекту и внедрению технологии искусственного интеллекта в больницы удалось сократить смертность от сосудистых заболеваний вдвое. За год через клинику проходит 30 тысяч пациентов. Из них 20 тысяч страдают именно такими заболеваниями.